Дроидер Бай Дроидер Бай Дроидер Бай Да здравствуют вселенские просторы космоса! И это значит, что первый белорусский спутник Все же запустили с космодоромом Байконур в Казахстане 22 июля Ровно в 9 часов 41 минуту по минскому времени Хотя было это в прошлом году Белорусский космический аппарат, сокращенно БКА Запущен в космос в кластере из 5 космических аппаратов Вместе с российским космическим аппаратом Канопус-Б, российским МКА-ФКИ, зон ПП Немецким ТЭТ-1 и канадским АДС-1Б И это получается, что мы очень дружелюбным народом Позволяем Германии, России, Канаде Представлять аппараты к нашему спутнику Ну или, а просто вообще ни хрена нет смысла в космонавтике Белорусс с запуском собственного спутника дистанционного Зондирования Земли Планирует не только удовлетворить внутренние потребности В космических снимках, но и продавать их другим странам Что для нас это будет очень прибыльным Гугл не боится спада спроса на ноутбуки И не так давно представила новый мобильный компьютер Гугл Хромбук Только размер дисплея составляет всего 11,6 дюйма И его можно отнести к, ну не знаю, к нетбукам больше, чем к ноутбукам А то и вообще на антипотельный клад Мобильный компьютер работает под управление предустановленной Chrome OS Производство, естественно, Google Что делает наличие доступа в интернет Обязательным условием для полноценного использования устройства Ну как я и говорил, хромбук обладает дисплеем в 11,6 дюйма С разрешением 1366х768 пикселей Вместе с этим еще внутри него впихнут двухъядерный процессор ARM Samsung Exynos 5 2 гига оператива и твердотелый накопитель на 16 гигов Мало, но говорят, что при покупке Пользователь получает на специальном сервере 100 гигов дискового пространства на 2 года Стоит такая прелесть будет порядком от 250 долларов И лучше его использовать как второе устройство Игра Dead Space 3 уже вышла в свет по всей Европе Мы пока что знаем только то, что разработчики игры Хотят представить игрокам полную свободу действий И самостоятельного изучения всей карты Игрокам будет представлена возможность играть Старым добрым персонажем Айзеком Кларком И Карвером, новым персонажем, который будет в третьей части В многопользовательском режиме будет представлена Совершенно отличающаяся от однопользовательской кампании Различные виды заданий Которые не обязательно нужно будет выполнять Последовательно и квест выбирает сам пользователь Те, которые он сам захотел взять Народ, говорю сразу Слизаны с Half-Life'а и Allianz VC Predator Потому из Half-Life'а слизаны хедкрабы и некоторые чудовища А из Allianz VC Predator атмосфера последних миссий Разработчики стремились создать более свободный мир В игре Dead Space 3 Чем в первых двух частях Эту игру они хотели усовершенствовать новыми технологиями Как считают сами разработчики, это им удалось Не, разработчикам, конечно, реальный респект Но всё-таки хоррор-жанр отсутствует Первая часть была лучше А вот и долгоживущий пришелец с другой планеты Который держал в страхе многих людей И держит до сих пор Выходит, и уже вышло Игра под названием Allianz Colonial Marines Сюжет игры стартует после третьей части сериала В роли командира отряда морских пехотинцев армии США Посланных на борт заброшенного космического крейсера Сулако Игроку предстоит узнать о судьбе пропавшего экипажа И, естественно, столкнуться с неизвестной инопланетной угрозой Ограничиваться локациями единственного человека создатели не планируют Поэтому нас ждут прогулки по грузовым судам Кораблю пришельцев из первого эпизода Планете LV-426 И по тюрьме из-за чужих 3 Флорина Фурии 161 Научно-фантастический шутер XCOM Продолжает быть частью релизных планов Take 2 Согласно последнему финансовому отчету компании Выход игры по-прежнему запланирован на фиксальный 2014 год Компания Ziphar собирается выпустить новый продукт Выгодно отличающийся от аналогов В сочетании высокой производительности и стоимости Новинка получила обозначение Vapter XHD 7770 Black Diamond А ожидаемое появление на рынке планируется до середины февраля текущего года Выходцы из Нивии решили возродить один из отменных проектов Ныне почившей компании Супергероический Action Hero Теперь он носит название Project Avacone И эксплуатирует возможности движка Unreal Engine 4 Взамен устаревшей третьей версии Китайская компания Lenovo начинает продажи В будущем месяце своего новейшего Android смартфона Моделя Ideaphone SS720 Новинка имеет поддержку двух сим-карт Тонкий корпус, толщина приблизительная Не более 9,9 мм И будет доступна в темно-сером, белом и ярко-розовом цвете CD Projekt Red презентовала дебютный тизерный ролик проекта Ведьмак 3 Wild Hunt По заверениям поляков, третий Ведьмак станет заключительной игрой в серии В своем микроблоге хай-тек специалист из Италии Пик Флавио Развестил информацию о том, что корпорация HTC выпустит Свой мощнейший смартфон HTC M7 Не к Всемирной выставке мобильных технологий 2013 А несколько раньше Пик Флавио уверен, что презентация смартфона HTC Будет происходить 19 февраля на мероприятии в Лондоне Продажи GTA V превысят 18 миллионов копий за первые полгода Релиз проекта намечен на осень 2013 года Это был Droider Buy Подписывайтесь на канал под видео Заходите в группу ВКонтакте и Фейсбуке С вами был Антон Горленко и Михаил Купцов До новых встреч Пока